Здравствуйте! Для меня в этой истории, конечно же, с историей Владислава Бахова остается один очень важный момент. Это именно первые часы пропажи, так скажем, Владислава Бахова, когда он пропал из поля зрения своих друзей и что они предприняли после этого. Также хочу вам заметить, что в интервью журналисту передачи Малахова Кирилл Бахрамов указывал, что Сергей и Данил Кондрашков-Коношенков предложили вызвать полицию, как только Влад пропал. Но другая часть ребят была почему-то против. И позже Дарья Дербанова все-таки позвонит своему отцу, а позвонил ли Данил своему, вот это остается как бы вопросом. Ведь также отец его является сотрудником полиции. И известно, что Сергей позвонил своей маме, и она вскоре приехала за ним. Я часто задавала вам вопрос, кто видел какую маму, из каких сведений, из каких блогеров это пошло, из какой статьи, возможно, из СМИ пошло, что одна из матерей приезжала на поляну и видела Влада у костра. Вот тому я всему подтверждения не нашла. Но нашла другую статью, где подтверждается, что по нашей хронологии, хронологии категорического императива, родители, которые могли быть в курсе случившегося до момента, когда узнали о пропаже родителей Влада. И хочу заметить, что это все взято из СМИ, имеет версию, предположение, и также сопоставление каких-то промежуточных таких вот показаний, которые мы могли слышать, или же опять в соцсети, или телевидении. Итак, первое, Максим был у бабушки в 22, у отца он был в 23 часа. Вот смотрите, опять же, вот это странное ощущение обмана, что бабушка звонила, Влада бабушка звонила Максиму, Максим сказал, что он спит. Но это по понятной ему причине, возможно, мне эта причина пока не ясна. И второе, то, что Бахрамов сказал маме, что в 21.30, а около 23.00 пришел домой вместе с Димой. Это по словам матери. Опять же, так, Бахрамов сказал маме, что в 21.30, а около 23.00 пришел он домой вместе с Димой, по словам матери Бахрамова, как я понимаю. Данил Кондрашков предложил позвонить в полицию, учитывая, что его отец работает в той же полиции. А вот, то можно предположить, что о случившемся он узнал уже в 21.00. Это все, что относится к хронологии, которую мы собирали вместе с многими комментаторами. К отцу Влада с ребятами поехал также и Слаутин, и мама Слаутина. Возможно, просто мама поехала. Вот этот факт еще не уточнен, как бы. А значит, что она узнала о случившемся не позднее 22.30 и 23.00. Ведь ей нужно было бы еще собраться, как бы, да, и приехать на это место. В районе 23.00 узнает Стас Советов. В то же время на поиски едет Кирилл Кузьменков, хотя узнал все гораздо раньше по чату, то есть в 19.00 в промежутке до половины девятого вечера. И так о пропаже знали все, кроме бабушки Влада и отца Влада, которые находились совсем рядом. И также еще обращают внимание наше на то, что сказал Янченков маме Бахрамова, когда спросила та, где Влад. Янченков сказал, он уехал на месяц. Почему? Зачем выдумывать такое, если он ушел сам в лес и заблудился? Но это, я как понимаю, было намного-намного позднее уже, вот эти все, что сам ушел и сам заблудился. Первонаперво мне, конечно же, непонятны действия многих людей в этой истории. И потому до сегодняшнего дня остаюсь в этой же истории и разбираю ее. Также для себя в первую очередь и для тех, кто интересуется и переживает, и сопереживает родителям Владислава Бахова. Я бы давно уже оставила в покое эту историю и, возможно, как-то приняла бы нейтральную позицию. Но я же говорю, опять же, вернемся к тем двум часам, в которые пропал Влад. То есть в предыдущем видео мы разбирали с вами то, что если даже его искали, и он был в таком состоянии, то есть мы подходили к этому с разных сторон. То есть если он был выпивший, то мог бы уже протрезветь к этому времени и слышать, как приехал его отец и как искала полиция, которая приехала в районе 12. Но также хочу заметить, раз уже мы говорили, начали говорить про полицию, какие были дальнейшие действия участников вот того пикника и просто людей, которые узнали о Владе, что он пропал. Всегда меня интересует этот вопрос, действительно ли поляна пустовала, когда Дербанов вместе с ребятами ездили его искать в клуб. Понимаете, не позвонили ему на телефон. Да, понятно, телефон был один без симки, другой был в квартире у парней, то есть разряженный телефон. И Данил единственный, кто назвал разборки между Владом и Димой конфликтом. Вот понимаете, опять же, сейчас у молодежи такая грань, что дружба, не дружба, спорт, не спорт, подрались по-дружески, не подрались. Но в ходе этой драки, что было, какие были принесены телесные, да, там, увечья. То есть тут уже понятно, тут нам никто не рассказывает, и, возможно, уже никто ничего не скажет. Также напомню, что Василий отрицал конфликт, но потом также все-таки указал, что были недопонимания. И я хочу вернуться к хронологии и напомнить, что после исчезновения, возможно, Влада также на поляну приехал Дербанов. И далее к отцу Дербанов приехал уже около 12 ночи, к отцу Влада. И рапорт был написан только после 5 утра. Это вот такая хронология в категорическом императиве. Я же составляла, у меня получается, как бы, все так же примерно, ну, если не считать тех минут, но до минуты нам сейчас никто на данный момент не может сказать. То есть мы можем только набрасывать плюс-минус. Что он делал все это время, даже если не находился на службе? Этот вопрос меня мучает всегда, почему он не включал человеческие качества и как бы не начал поиски, допустим, самостоятельно, призвав к этому, ну, все возможные ему силы и инструменты. Опять же, не хочу никого обвинить, просто тупо по-человечески. Я не понимаю начало этой истории, начало того, когда было озвучено, что, вот, допустим, да, к примеру, мы потеряли Влада. И так хочу напомнить с помощью возможной примерной хронологии, что 6.04.2019 Екатерина Коношенкова на поляну, насколько известно, приезжали три машины, и сейчас это имя будет озвучено мной впервые. И это будет из-за того, что я хочу все-таки дособирать ту хронологию того вечера, того дня. И так, по словам Жемаева, за ребятами приехала мама Коношенкова после того, как они позвонили взрослым. Она спросила, где то место, где их забрать. Когда приехал Дербанов, она не знает. Получается, что Жемаев, Янченко и, предположительно, Бахрамов уехали первыми на такси в клуб с таксистом Вадимом. Когда Жемаев отправил узнать кого-то про Влада, самого пьяного и невменяемого Янченкова, то ребята узнали, что Влада там нет, и Жемаев сразу же поехал домой. Янченков должен был остаться ночевать у Кирилла. Так же подтверждает это мама Бахрамова на одной из передач. Но если он не уезжал с ними, то с кем после клуба оставался Янченков? Так же Жемаев с Янченковым уже проверили клуб, зачем потом остальные поехали туда проверять снова. И почему их не заметила Вахтерша? Сама Вахтерша рассказала, что спрашивать Влада призаходили Даша Дербанова и Андрей Сидурин. То есть, смотрите, сначала первыми заходят одна партия друзей, далее уже другая партия друзей. Так же мы можем подчеркнуть из этой статьи хронологию о том, что со слов Василия, когда он уезжал с поляны, машина была настолько забита, что на нем даже кто-то сидел. Значит, он уезжал в машине Дербанова, предполагается. Но это все опять же под сомнением и нужно посчитать, разобраться. Итак, первая машина такси. Под предположительным каким-то версиям и комментарием, но это всего лишь предположение, таксист в один является одним то ли отцом писали, то ли родственником кого-то из ребят на поляне. Но об этом я не буду утверждать. Это нужно будет восстанавливать хронологию, которая совершенно, мне кажется, к делу не относится. Если даже они друг другу были бы все родственники, ну явно они были не враги, а как-то друзья, и как-то же они оказались в одной компании. И я хотела бы подсчитать, да, вместе и зачитать эту статью, где приводится статистика этого, какие машины и сколько уезжали с поляны. И вот это оставить как бы на размышления. Итак, посчитаем. Первая машина такси. Жумаев, Янченко, Бахрамов. Вторая машина. Екатерина Аконашенкова. То есть на ней уезжает Сергей. И третья машина, остальные восемь человек. Но места всего четыре. Ну то есть смотрите, тут получается, кто где в какой машине ехал. Значит, Екатерина забрала еще кого-то, потому что никто из ребят ни разу не упомянул, что уехал еще с Екатериной. И в этой истории, конечно, меня настораживают слова Василия, который говорил, что их просто погрузили и увезли. И получается, Дербанов даже не искал Влада. Ну вот опять же вернусь к своим сомнениям и к тому, почему я не могу просто так найти себе ответы на многие вопросы. И чем меня эта тема зацепила, то что не так все в ней просто. Как нам хотели бы, наверное, или хотят представить. И так вот на размышления, кто с кем как мог ехать. И опять же эти размышления по поводу двух часов, что Влад находился один, то есть, да, около поляны или в районе этой поляны. И что с ним могло произойти. Хронология это не окончательная. Возможно, мы много ответов на вопросы не найдем в ней, но скажу заранее. Эта хронология имеет, конечно же, с собой продолжение, которое будет, скорее всего, в ближайшем следующем видео. До новых встреч, до новых видео. Всем добра.